Это экстренный вызов телеканал ОТС. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Не забывайте, у нашей программы есть ограничения по возрасту. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. Мы начинаем. В гости без приглашения. В Куйбышеве нетрезвый водитель семерки на авто ворвался в чужие пенаты. Ремонтировал, ремонтировал, а потом передумал и оставил золото себе. История одного нечистого на руку ювелира. Для себя и для друга. Сисадмин крупного холдинга ответил за распространение детского порно. Резонансная авария произошла в Кировском районе Новосибирска. Под машину попала целая семья. Мать и трое детей. Инцидент произошел в середине дня на улице Тюменской рядом с крупным торговым центром. 28-летняя мать с 7-летним сыном и двумя дочками в возрасте 9 и 1 года переходили дорогу в неположенном месте. В результате все четверо попали под колеса автомобиля «Шевроле», которым управлял молодой водитель. Позже он признался, что попросту не заметил пешеходов из-за крупногабаритной помехи на проезжей части. По словам водителя автомобиля «Шевроле», он двигался по улице Тюменской со скоростью около 40 км в час. Неожиданно из-за грузового автомобиля, который следовал в попутном направлении справа, выбежали трое детей и женщины. Он пытался избежать наезда, тормозил, пробовал принять влево, однако избежать наезда не удалось. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Мальчика госпитализировали с ушибом живота и черепно-мозговой травмой. А вот его маму и сестер-врачи уже вскоре отпустили домой. Известно, что семья проживает в Краснообске. Неприятностей вполне можно было избежать, если бы женщина и ее дети дошли до ближайшего пешеходного перехода. Между тем, в ГИБДД города отмечают, что за последние пять месяцев в ДТП с участием несовершеннолетних один ребенок погиб, и еще 70 получили травмы. По сравнению с тем же периодом прошлого года, эта печальная статистика выросла на треть. А в Куйбышеве нетрезвый водитель едва не разрушил жилой дом. Только по счастливой случайности обошлось без жертв. Оксана Тимошенко побывала на месте происшествия. Сидела, качала ребенка, услышала стук сначала сильный, потом дом у нас затресся. Вышла на улицу, увидела такое страшное происшествие, до сих пор отойти не могу. Страшно представить, какими могли быть последствия этой аварии, если бы молодая мама, несколько минут назад гулявшая здесь с коляской, вовремя не зашла домой. Все случилось буквально в считанные секунды. Семерка под управлением нетрезвого лихача на бешеной скорости летела с улицы Сыртыкова-Щедрина. На повороте водитель не смог вырулить и врезался в колонку. Ее он буквально смел, как и забор. Остановил полет автомобиля добротный жилой дом. Предлагаем вам пройти освидетельствовать состояние опьянения, сделать выдох в прибор. Согласны? Согласны. Уровень анкоголя в крови 39-летнего водителя оказался выше допустимых долей промилле в сотни раз. Впрочем, с показаниями алкотестер Олихач не согласился, настаивая на том, что он трезв, а у машины просто отказали тормоза. Второго участника аварии пассажира «семерки» доставили в местную больницу. Он, как и водитель, отделался незначительными ушибами. Водителю, соответственно, грозит лишение водительского удостоверения, штраф в размере 30 тысяч, ну и возмещение ущерба, который он нанес жителям дома, в который он повредил. Разрушенный забор, поврежденная обшивка дома – не самое страшное. Под автомобилем мог оказаться 15-летний сын хозяев. Машина пролетела всего в нескольких сантиметрах от подростка. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, экстренный вызов. Массовое ДТП в Бердске. Дорогу не поделили три автомобиля. В результате двум участникам дорожного движения потребовалась госпитализация. А в одном из бердских дворов прошла спецоперация по эвакуации грузовика, застрявшего на детской площадке. Ниссан, Тойота и Лады встретились на пересечении улиц Первомайской и Советской. В результате одна из иномарк угодила во двор частного дома. Больше всех пострадали водители-пассажиры Лады Калины. Их увезла карета скорой помощи. По предварительной информации, ДТП произошло по вине именно водителя отечественной легковушки. Он не пропустил машину при повороте. А это уже кадры спецоперации, развернувшиеся там же в Бердске, во дворе дома по улице Карла Маркса. Грузовик Хина с тремя тоннами песка застрял на детской площадке. Добраться до песочницы войти не удалось. Грунт размыло. В асфальте образовался провал. Поэтому вытаскивать машину пришлось прибывшему на помощь трактору. В результате песок для детей вывели рядом с детской площадкой. Следователи направили в суд дело ювелира-обманщика. Мужчина принимал на ремонт золотые украшения, потом присваивал их себе и заработал таким образом почти полмиллиона рублей. Затем ювелир закрыл мастерскую и скрылся. Но тогда им заинтересовались полицейские. Послужной список мастера обмана начинается с июня 2013-го. Он работал приемщиком в одном из торговых центров города, но скоро решил, что честным трудом много не заработаешь. Своей клиентке ювелир пообещал отремонтировать золотые сережки и взял за работу 2000 рублей. Управиться хотел за пять дней, но к сроку якобы не успел. Свои украшения женщина пыталась забрать вплоть до сентября. Всякий раз у ремонтника находились новые отговорки. Наконец терпение клиентки не выдержало. Она решила заглянуть в мастерскую без предупреждения, но обнаружила, что двери на замке. В течение трех месяцев он собирал золотые изделия для ремонта, либо для других услуг у жителей города Новосибирска. В итоге с места преступления он скрылся и все ювелирные изделия, золотые украшения он присвоил себе. Общая сумма причемного ущерба составляет более 400 тысяч рублей. Хитрого ювелира нашли и арестовали. Выяснилось, он родом из Машковского района и уже был судим за преступление против собственности. Всего, по версии следствия, фигурант обманул 12 доверившихся ему клиентов. Псевдомастер во все признался и попросил судить его в особом порядке. Однако избежать наказания и раскаяния ему не поможет. Мужчина может попрощаться со свободой на три года и четыре месяца. А на сколько Андрей Карасев экстренный вызов? Крупные мошенники в ближайшее время предстанут перед судом. Руководство строительной компании заработало на обманутых дольщиках около миллиарда рублей. В деле сотни пострадавших от действий махинаторов и ни одной построенной квартиры. Обманутые дольщики пару лет ждали обещанных фирмой «Неоград Инвест Квартир». А потом массово обратились в правоохранительные органы. Больше года шло следствие и в результате пять человек из числа руководства строительной компании окажутся на скамье подсудимых. Все фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Первым под суд пойдет заместитель директора по финансово-хозяйственным вопросам Артем Коротков. Он поспешил заключить досудебное соглашение. По данному уголовному делу Коротков обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной преступной группой с использованием служебного положения. В результате данного преступления общий ущерб, причиненный гражданам, которые пострадали, а таковых 657 человек, превысил 1 миллиард рублей. Срок за распространение детской порнографии. Системный администратор крупного холдинга уверял, что откровенное видео попало в файлообменник случайно. Тем не менее, суд наказал юзера условным сроком. На судебное заседание 24-летний сисадмин Михаил Васильев пришел с мамой. О проделках сына она ничего не знала. Еще в апреле прошлого года компьютерщик у себя дома скачал всемирной паутиной откровенное видео с участием школьницы. Решил выложить его в файлообменник. В июне в общем доступе появилось еще несколько роликов. И хоть Михаил уверял, что детскую порнографию удалил спустя сутки, избежать уголовной ответственности не удалось. Я для личных нужд это скачивал. Но так получилось, что они стали доступны другим людям. Выпускник Сибгуте в сентябре написал явку с повинной. Говорит, раскаялся. О противозаконности распространения детской порнографии знал и ранее. Просто не рассчитывал, что его так быстро вычислят. Согласие сторон, процесс стартовал в особом порядке. Кроме обвинительного заключения, огласили положительные характеристики Михаила Васильева. Приговором суда Васильев признан виновным в совершении вмененных ему преступлений. И ему назначено наказание по каждому преступлению в виде трех лет лишения свободы. По совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы. Условно с применением статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации с испытательным сроком на три года. Это время профессиональный юзер проведет под присмотром уголовно-исполнительной инспекции. Раз в месяц Васильев должен будет отмечаться. Системный администратор пообещал с распространением детской порнографии завязать. Хотя теперь, видимо, за этим будет строго следить и его мать. На сегодня все. А если у Вас есть криминальная информация, звоните. Наш мобильный телефон 310-2005 доступен каждый будний день в рабочее время с 10 до 6. Видео своих ЧП выкладывайте в группе экстренного вызова ВКонтакте. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся завтра на канале ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok